Музыка Можно я тебя понюхаю? Том Форд Нет? Да Черри Черри Том Форд? Да Начав с прелюдии в виде таких комплиментов Моргенштерн перешел к прослушиванию Ксении Собчак С помощью металлодетектора Алишеру было важно выяснить, что в ухе у Собчак нет наушников Которые редактор может подсказывать ей вопросы Таким было условие для интервью Помнится, вы приглашали меня на интервью-реванш Но вы будете без наушника, без своей команды Я согласен Почему для Моргенштерна это так важно? И что сказал рэпер на тему политики в этом разборе? А я называю это рок-стар-лайф Небольшой фрагмент интервью был посвящен Екатерине Мизулиной В разговоре в стул совместный выпуск поперечного сатира и Моргенштерна Вышедший 7 месяцев назад Мизулина, братан Ой, девочка моя, боже Есть же вероятность, что она просто хочет тебя, нет? 100% Ну правда Я один бы В этот раз Моргенштерн был еще нежнее с лицом Лиги безопасного интернета Определенно занимает какую-то, так сказать, дырочку в моем сердце Это точно Дырочку Ага, дырочку Намерение-то может у нее и хорошее На самом-то деле, знаешь, интернет избавить от фриков, от всякой хуйки Намерение-то хорошее Методы у меня вызывают вопросики Реализация А ты считаешь, что ты фрик или хуйка? Знаешь, когда как Видимо, это такая стратегия Не говорить в больших интервью плохо о главной стукачке российского интернета Хотя в своем телеграм-канале еще 5 месяцев назад артист высказывался иначе Я, как уважающий себя мужчина, никогда бы не позволил себе проявлять знаки внимания Женщине, которая прикрывает свои грехи, свое тщеславие, свою жажду популярности и хайпа Которая прикрывает это все безопасностью детей в интернете Это карьеристка, обычная карьеристка А вот Мизурина-младшая в своих оценках однозначно Она несколько раз, как комсомолец с выученными лозунгами, говорила одно и то же Иноагентам вход воспрещен Ну кому-то же нравится Моргенштерн, правильно же? Есть такое? Да Иностранный агент, да? Да, да Но что ему нужно сделать, чтобы вернуться? Ничего Ну, как ничего? Ну так В смысле не вернется? Но он же иностранный агент Может просто мы всей страной один раз по губам дадим ему и все? Пусть приезжает А зачем? Клеймо иноагента сильно тревожит и самого Моргенштерна Это несправедливо Меня по факту никогда и никто не финансировал И в том числе и России Я никогда не брал политических денег И мне просто обидно Ну по-человечески обидно За что? Типа мне из-за этого действительно появилось много ограничений Люди боятся мне какие-то переводы делать Потому что я иноагент Терзание Моргенштерна связано с тем, что он уже давно хочет вернуться в Россию Сейчас он живет в Дубае До этого пробовал переехать в Америку Но как-то не сложилось В этом интервью он снова заговорил о тоске по родине Дом это продавщица в магазине жирная, которая орет на тебя Это, понимаешь, это банька, это дача Это 50 грамм под русское радио Но пока возвращаться Алишер не готов Его друг и блогер Даня Милохин на днях попробовал съездить в Москву И чуть не загремел в армию Спасибо Екатерине Мизулиной Которая сделала все, чтобы испортить сироте жизнь Та обвинит его в русофобии и предложит его призвать Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию Молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле Свою верность и преданность нашей родине Тут говорят, Даня Милохин приехал Вот у меня только вопрос, а он же призывного возраста Срочно призвать и на службу эту тварь И это с ребенком А я в их глазах, наверное, вообще п***ю владей Я просто боюсь По мнению Моргенштерна, российские власти им заинтересовались Как раз после первого интервью Собчак в 2021 году Там Моргенштерн говорил про День Победы Я вообще не понимаю вот этого вот Праздника Победы Которая состоялась уже сколько? 76 лет назад, по-моему, да? И до сих пор из года в год тратятся на это Миллионы это празднуют Наверное, гордиться просто нечем Вскоре пожилые чиновники в пиджаках Обратят внимание на это высказывание Так Бастрыкин поручит проверить слова Алишера Музыкант уедет из страны И чуть позже Моргенштерн уже озвучит свою главную претензию Собчак якобы подставила его таким вопросом А можно я немножко про Собчак расскажу? Да, потому что это все-таки фигура, которая повлияла на то Что я теперь не могу вернуться в свою страну С ней ездит команда специалистов Квалифицированный психолог-журналист Некий, который по микронаушнику ей подсказывает все лучше Вот почему условием для нового интервью Была тщательная проверка на предмет наушника По версии Моргенштерна, Собчак прекрасно понимала Что после этого высказывания у рэпера могут быть проблемы Но не стала вырезать реплику из выпуска Из персоналей Собчак с Моргенштерном Обсудили шамана и секрет его успеха Ты понимаешь, почему это зашло? Потому что это как раз мета-ирония Он захватил сразу несколько аудиторий Одних патриотизмом, а вторых тем, что над этим угорают И он всех обхватил Хотя, по словам Моргенштерна, реальная популярность Самого русского певца человечества вызывают вопросы Все-таки его треки ни разу не залетали в чарты Также в рамках «Почти блица» Собчак предложил Моргенштерну Оценить Маргариту Симонян Ты вообще хочешь мне перекрыть, да? Нет уж, я не буду этих людей оценивать Оценить у артиста не получилось ни Марию Захарову, ни Марию Певчих Ни одну из них он якобы не знает Мария Певчих Секси? А кто это? Это первый правильный ответ Либо Моргенштерн лукавит, ведь не так давно он пел песню Либо действительно старается держаться вне политики и не следит за происходящим Так он не в курсе судьбы Рома Зверя, который съездил на Донбасс к российским военным Но если Алишеру предложат также обнулить свои грехи, он подумает Вопрос серьезный И я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит Блин, мы же просто оба понимаем, что если я там выступлю, это будет политическим высказыванием А я так и не хочу делать никаких политических высказываний Впрочем, Моргенштерн понимает ситуацию намного лучше, чем пытается изобразить Так он признает, что из России все чаще уезжают молодые и талантливые люди И виновата в этом российская власть Вот что он сказал, когда Собчак спросила про Павла Дурова Это обидно Это обидно, когда мозги утекают из страны Это желание личной наживы отдельных людей Которые не думают за страну Они думают, вот сейчас мы человечков *** Все присвоим себе А что там дальше будет, нам *** Как и Дуров, в последние годы своего пребывания в России Моргенштерн не делал политических высказываний Не участвовал в кампаниях оппозиционных кандидатов Но сейчас этого мало Ведь если ты не признаешься в любви к Путину Не поддерживаешь спецоперацию Или не съездишь на Донбасс Даже слово *** может стать поводом для жалоб от профессиональных доносчиков Я Моргенштерн, я несу людям *** От которого они улыбаются И я этим горжусь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok